Прямой дорогой сегодня известна в Дамаске под названием «Рынок Медхат-Паша». Она славится своими мастерскими. Ремесленное искусство передается здесь от отца к сыну с давних времен. Она известна также домами в дамасском стиле, которые расположены по обе стороны дороги. Действительно, один из этих домов на улице, называемый прямой, — это дом Иуды, последователя истины и пути Иисуса Мессии. Саул, умоляю тебя, поешь. Прошу тебя, Саул. Саул, умоляю тебя, поешь. Иуда, нужно попробовать дать ему поесть еще раз. Я несколько раз сегодня безуспешно пытался его накормить. Во всяком случае, еда перед ним. Может, он поест в одиночестве? Как же он поест один, будучи слепым? Не знаю. Саул, умоляю тебя, поесть. Саул, умоляю тебя, поесть. Саул, умоляю тебя, поесть. Вениамин! Саул! Где ты был? Я много дней искал тебя. Я был в Галилее. В Галилее? А что ты там делал? Я слушал Иисуса из Назарета. Как бы я хотел, чтобы ты его послушал, Саул? Иисус из Назарета. Ты хочешь, чтобы я пошел в Назарет? Послушать там плотника Шарлатана, утверждающего, что он мессия? Шарлатан? Я слышал, как он учит толпы народа на горе. Из его уст исходит любовь и благодать. Он говорит с мудростью и властью слова, которые мы раньше не слышали. О, как он чуден! Он удивительный! Творите добро ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас. Любите врагов и молитесь за гонителей ваших. Вы соль земли. Вы свет мира. Если бы ты только его услышал, ты бы изменил свое мнение. Изменил мнение? Ты что, с ума сошел? Ты считаешь, что он мессия, спаситель? Очнись, Вениамин. Книга закона нашего. И пророки говорят о том, что мессия придет как царь. Что родится он в Вифлееме. А он нищий попрошайка. Ты хочешь, чтобы я поверил этому Назарянину? Успокойся, Саул. Иисус родился не в Назарете. Разве ты не помнишь, что кесарь Август издал указ, по которому каждый житель империи должен был записаться в своем городе? Тогда-то Мария, его мать, уехала из Назарета, в котором жила, в Вифлеем. Потому что она из рода и дома Давида. Она была беременна Иисусом и родила его в своем городе. Ты не тот, Вениамин, которого я знал. Убирайся прочь! Уверяю тебя, Саул. Я говорю истину. Истину. Ты был прав, Вениамин. Боитесь? Чего же вы боитесь, маловерные? Разве не обещал? Наш Господь Иисус, Мессия, быть с нами рядом в бедах наших. Как же нам не бояться, брат? Он преследовал нас в Иерусалиме, и мы бежали от Него. А теперь мы узнаем, что Он едет в Дамаск арестовать нас. Не хочешь ли ты сказать, что сомневаешься в живом Боге? Разве мы не знаем, что Иисус, Мессия, повелел нам любить и молиться за врагов наших. Давайте помолимся за тех, кто ненавидит и гонит нас. Особенно помолимся за Саула. Сколько раз я молился за него. Молитва. Дети мои. Сильна и действенна. И мы знаем, что Бог слышит и отвечает нам. Он верен обещаниям. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. А сейчас... Дети мои уже поздно. Завтра я вновь буду ждать вас здесь. Нам всем нужно верить в живого Бога. До свидания. До свидания. До свидания, учитель. Ступайте с Богом. Ступайте с Богом. О, Господь, Бог живой! Преобрази черствые каменные сердца наши в живые сердца, бьющиеся во имя Твое. Кто этот молящийся человек? Где он молится? Кому он молится? О, Господь, с Тобой все возможно. Сохрани детей своих и храни пасту свою немногочисленную. О, Господь. О, Господь Божий. Это Ананни из Дамаска. Кто такой Ананни? Ананни, житель Дамаска еврейского происхождения, который уверовал в Иисуса Мессию, стал его последователем. У него была хорошая репутация, он пользовался глубоким уважением в Дамасской церкви. Он перебрался в Дамаск после побиения камнями Стефана, первого мученика за веру в Иисуса. Место, где молился Анания, его дом, расположенный в восточной части Старого Дамаска. Дом его был подземным. Попасть в него можно по лестнице из 21 ступени через узкую дверь в виде треугольника. Дневной свет попадает туда сквозь два круглых окна. Этот дом ныне стал церковью, которую можно увидеть, проходя через восточные ворота Старого Дамаска. Закончилась ли наша история? Нет. Прошло уже три дня, как он ничего не ест и не пьет. Меня это сильно беспокоит, Исфиль. Я не знаю, как поступить. Думаю, надо вызвать врача. Его врач Господь. О, Боже! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...